Одно из самых популярных мест Симферополя – Гагаринский парк – готовится к масштабной реконструкции. Модернизация парка начнется уже в следующем году. Сейчас проводится этап проектирования и утверждения концепции развития объекта в рамках открытого архитектурного конкурса, который стартовал 1 октября. В сжатые сроки в течение двух с половиной месяцев участникам необходимо было представить полноценный проект по благоустройству излюбленного симферопольцами места. Среди 45 поданных заявок лишь 15 участников в полной мере выполнили задания и профессионально подошли к участию в конкурсе, досконально проработав идею реконструкции парка. Восемь проектов вышли в финал и были представлены на выставке в библиотеке имени Франко. Основная задача – это сохранение существующей структуры Гагаринского парка, определение его функционального зонирования, я имею в виду существующие структуры ландшафтного парка, определение функционального зонирования, чтобы появилась четкая стратегия развития на перспективу. Спасибо конкурсантам за вовлеченность и заинтересованность в решении судьбы Гагаринского парка на таких условиях. Техническое задание поставило конкурсантов в жесткие рамки. Некоторые идеи архитекторов представляются в плане реализации проблематичными и выходят за пределы утвержденного финансового бюджета. Помимо этого, в проектах необходимо было учесть пожелания жителей столицы, исходя из ранее проведенного социологического опроса. Им всегда хочется, то, что мы слышали по крайней мере, чтобы было чище. Хочется зелени больше. Зелени больше не трогайте деревья, ни в коем случае не вторгайтесь, не делайте хуже. Хотим зелень. Элементарные вещи. Хотим, например, лавочки, но чтобы они были с какой-то крышей, потому что когда мы гуляем, мамочки, гуляем с детьми, идет дождь и нам просто некуда спрятаться. Хочется красивого ландшафта людям нашим. Они хотят гулять там, они хотят смотреть, чтобы ландшафт был красивый, чтобы он был привлекательный. Хотят смотреть на красивые вещи. Запрос на спорт очень большой. Задумка каждой из работ по-своему интересна, и все они отличаются одна от другой. В парке, названном в честь первого космонавта, один из участников решил создать атмосферу космоса, которая бы вдохновляла местных жителей. В этом проекте представлен пешеходный мост со смотровой площадкой, аллея с освещением под названием «Парад планет», стелла, полет Гагарина, каскады с водопадами у реки и лаунж-зоны. Другие архитекторы делали акцент на природе парка, создавая лесные зоны для пикников, тихого отдыха, а также участки для активных занятий спортом и развлечений. Сердцем парка Гагарина является пруд. Ему архитекторы также уделили внимание в проектах, сделав его территорию подтопляемой и озелененной с пирсами и дорожками для прогулок. По идее, участников более лучшее это место будет просматриваться в зоне амфитеатра. Здесь можно будет созерцать закаты и проводить городские мероприятия. Здесь мне еще решение нравится центральной городской детской площадкой. То есть она у нас, когда в таком виде представлена, она огромная, здоровая. Не трогаем вообще деревья никакие. Мы как бы в лес входим в детскую зону и при этом ее даем масштабную. Вот если мы такое сделаем горожанам, мне кажется, это будет просто вообще топовое место семей с детьми. Имена авторов проекта по условию конкурса пока не называются, но уже на следующей неделе будут подведены итоги и обнародовано имя архитектора с лучшей концепцией реконструкции парка. Победитель получит грант в размере 500 тысяч рублей. На реализацию проекта, включая строительно-монтажные работы, будет потрачено 700 миллионов рублей. Эльвина Зарипова, Евгений Стариков, Служба новостей и ТВ.